А именно, если какая-то из категорий, как в нашем случае категория No, доминирует над остальными категориями, то каждому из этих методов очень трудно найти такие сочетания предикторов, которые перебивали бы эту пропорцию. То есть нужны очень сильные закономерности, которые перебивали бы пропорцию, возможно, даже не связанную с природой данных. Хотя в нашем случае, наверное, связано распределение No и Yes. Действительно, большинству людей не свойственно активное политическое участие. Получается так, что и деревья классификации, и логистическая регрессия могут очень хорошо моделировать различные вероятности активного политического участия. То есть разные оттенки вероятности они хорошо моделируют, но, к сожалению, все моделируемые вероятности ниже, чем 0,5. Поэтому, согласно правилу модального прогноза, все вот эти достижения промежуточные обоих методов, они съедаются тем, что все равно прогнозируется в итоге категория No. То есть метод фактически работает в холостую тот и другой. Они дифференцируют вероятности для Yes, но все эти вероятности меньше 0,5, поэтому прогнозируется все равно вероятность, точнее, категория No. Это проблема всех методов, основанных на модальном прогнозе. И последнее, к чему хотелось бы обратиться, я обещал показать еще некоторые результаты, которые могут быть получены, если Measure выставлен для зависимой переменной категориальным, то есть Nominal или Ordinal. Вот такие два графика выводятся, если выставлен категориальный тип шкалы. И они показывают, дает ли модель приращение информации по сравнению с ситуацией, когда не строится модель, а просто основываются выводы на безусловном распределении зависимой переменной. Если вот эта тоненькая линия идет выше, чем толстая диагональ, значит прирост есть. Если идет по этой же диагонали или вообще ниже, значит модель бесполезна. И этот график показывает, если у нас идет график выше, чем 100%, опять же, польза в модели есть.